В середине 19 века в шести верстах от Самары открылся первый в Европе кумысо-лечебный санаторий Нестора Постникова. А уже через несколько лет слава об этом и других кумысо-лечебных заведениях Самарского края разлетелась по всей стране, достигнув столиц и самых дальних уголков. Что такое кумыс и каковы его чудодейственные свойства? За что Нестор Постников был удостоен титула потомственного дворянина? Как и почему была разрушена кумысо-лечебница Аннаева? Факты и свидетельства, история и легенда. Я Михаил Перепелкин. Обо всем по порядку. В 19-м столетии Россия занимала одно из первых мест в мире по заболеваемости чахоткой или туберкулезом. Ежегодно от этой болезни умирало более полумиллиона человек. Оказывается, долгое время не знали даже того, что туберкулез заразен. И, находясь в контакте с больными, не соблюдали правила гигиены. Борьба с чахоткой началась только в 1882 году, после того, как Роберт Кох открыл возбудитель этой болезни. Но уже за несколько десятилетий до этого врачи выяснили, что поистине чудесное целебное действие при чахотке оказывает кумыс, который усиливает обмен веществ и обновляет кровь и ткани. Для приготовления кумысо использовали кобыле молоко, которое смешивали с закваской и с кислого коровью молока. После этого кумыс сильно взбалтывали и оставляли для выдержки. В 1858 году старший врач Самарской губернской больницы Нестор Васильевич Постников открыл первую в Самаре кумысо-лечебницу. Она же стала первым в Европе кумысо-лечебным санаторием. Кумысо-лечебница расположилась в северной стороне Винного оврага, который впоследствии стал называться Постниковым. Это была удобная сухая местность, защищенная лесом от холодных ветров. На прилегающей территории были установлены 12 башкирских юрт, в которых подавали кумыс. Жилые помещения первоначально располагались в бараках, однако чуть позже здесь были построены комфортабельные домики дачного типа. Среди домиков был оборудован так называемый курзал – помещение, где устраивались коллективные обеды, а также можно было поиграть в бильярд или почитать свежую газету. Прямо из курзала можно было выйти на широкую террасу, отсюда спуститься в цветник. Отсюда начиналась длинная и широкая парковая аллея, откуда открывался замечательный вид на Жигулевские горы. Труд основателя кумыс-лечебницы был оценен государством. Нестора Постникова наградили орденами святой Анны и святого Владимира, а его имя занесли в дворянскую родословную книгу. Санаторий Постникова стал первой ласточкой кумыс-лечения в Самаре. Сразу вслед за ним в окрестностях города и в соседних губерниях открылся еще целый ряд заведений подобного типа. Настоящей жемчужиной местного кумыс-лечения считалось заведение купца Егора Никитча Аннаева, открытое всего через пять лет после Постниковского. В конце 1850-х годов Аннаев арендовал у города участок, который назывался Вислый камень. Это была крутая скала над Волгой, издавна служившая любимым местом отдыха горожан. Аннаев собирался разбить здесь сад, но каменистая почва заставила его отказаться от этого предприятия. Тогда он построил домики для сдачи на лето горожанам, а с 1863 года здесь начала свою работу кумыс-лечебница, которая отличалась порядком, оригинальностью архитектуры и дороговизной. Главным зданием был так называемый новый дом – трехэтажное строение со множеством башенок, террас и балконов. От его крыльца вниз к Волге велись дорожки. А вторым зданием был театр, где устраивались любительские концерты, спектакли, а также размещалась библиотека. Все здесь было настолько красиво, что в одной из петербургских газет того времени Аннаевское заведение называли настоящей игрушкой. Увы, через два с небольшим десятилетия Аннаев начал испытывать материальные затруднения и вынужден был продать эту чудесную игрушку. А в начале 1920-х годов от бывшей кумыс-лечебницы Аннаева не осталось и следа. Предоставленная сама себе, она стала расхищаться, деревья вырубили, обродившие по обрывам козы уничтожили даже побеги акаций. По сведениям изданного в начале 20-го века путеводителя по кумыс-лечебным заведениям Степного края, в Самаре насчитывалось около десятка кумыс-лечебниц. Сегодня нет ни одной. Ищите и находите свой город. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры подогнал «Симон»!